Олег Жданов, украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ. Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, раз в неделю мы с вами встречаемся, и неделю назад вы говорили о том, что сейчас будет перегруппировка войск с обоих сторон после освобождения Херсона, и где-нибудь будет либо наступление, либо не наступление, надо будет еще подождать. Вот спустя неделю что изменилось? Спустя неделю практически ничего не изменилось. Россия попробовала поискать слабые места на Донецком направлении, в районе Угледара, в районе Бахмута. И там и там получила, в принципе, отпор, понесли довольно серьезные потери, и пока что все остается в плане, они атакуют, но война идет на тех же позициях, на тех же рубежах. То есть в районе Угледара говорили о серьезном наступлении, и то, что сейчас в российских пабликах информации на эту тему нет, можно говорить о том, что там оно захлебнулось, и подошли какие-то украинские силы, о которых мы пока не знаем, Генштаб пока не говорит. Да, Генштаб пока не говорит, но более 300 только убитыми. Понесла морская пехота Тихоокеанского флота, которая пыталась наступать в районе Угледара. Это не та 155-я, которая? Да, 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 именно она. Они откатились на исходные позиции, и поэтому из Пабликова и пропал, и успокоились. Там сейчас позиционные бои. Какие-то вот слухи, и оперативное командование Юга просит не сообщать ничего, но что-то происходит на Кенбургской косе. Вот я бы хотел вас спросить о военной составляющей, в смысле стратегической составляющей. Почему за нее продолжается битва? Дело в том, что она Днестровско-Бухский лиман контролирует. И тот, кто будет контролировать косу, тот будет контролировать порты Николаева и Очакова. Поэтому там по официальной информации, вчера была официальная информация командования Юг, они сказали коротко и лаконично, на Кенбургской косе идут боевые действия. Это все пока, да? Да, это все, что мы знаем из официальных источников. И еще можно добавить, что местные жители говорят, что артиллерийская канонада не прекращается круглосуточно. Я еще хотел бы спросить про восток Украины. Где-то в каких-то тоже российских пабликах очень много слов о том, что там какое-то наступление, какое-то успешное, что-то захватили. Это тактический перевес временный или это какие-то действительно подвижки? Ну пусть на километр, на два, но все равно российские войска смогли как-то что-то захватить. Да, они имели частичный успех. Курдюмовка, по-моему. Нет, за Курдюмовку идут. Вот перед Курдюмовкой мы их остановили. А они... Азаряновка. Азаряновка перешла под контроль российских войск. Они продвинулись на несколько километров. Это вот успех за неделю. А дальше они называют там три населенных пункта. Курдюмовка, Зеленополея и Андреевка. Но это не соответствует действительности. В районе этих населенных пунктов идут бои. Мы держим оборону. А по поводу Сватова. Там-то как раз говорят о том, что только бездорожье мешает украинским войскам продвигаться быстро. А вот продвигаться-то они продвигаются, по слухам. Да. Официально там такой информации нет. Но по неофициальной, если, кстати, брать те же самые российские паблики, то они, да, действительно сообщают о том, что... Вот тут, понимаете, как-то эффекте не толкай. На Сватовском направлении нас сдерживает распутиться. Нас сдерживает распутиться. А на Донецком направлении распутиться мешает, сдерживает наступление, помогает, точнее, нам обороняться от российских атак. Олег Владимирович, я хотел бы вас спросить вашего мнения, вот чисто стратегически. Вот, пятое отступление россиян от Херсона, пятое подряд. И вот за две недели ситуация, вот куда она может развиваться? Некоторые говорят о Крыме в дальнейшем. Некоторые говорят, все-таки, наверное, юг Мелитополь. Некоторые говорят, что, может быть, даже со стороны Сватова вниз, там, на Донецк, еще что-то. Будет ли наступление? Будет ли заморожено? Вот по-вашему, вот если взглянуть, скажем так, на последние две недели, чисто стратегически, в какую сторону клонится война? Сейчас война стоит в основном в позиционных боях. Кстати, российская сторона не закончила перегруппировку. Они сейчас даже привлекли уральские авиалинии, частную компанию, для переброски личного состава из России и из Белоруссии в Ростовскую область и на север Украинского Крыма, для восполнения потерь и укомплектования подразделений частей, которые мы выдавили с правого берега реки Днепр. Поэтому где-то к первым числам декабря, я думаю, до конца этой недели, они, скорее всего, перегруппировку закончат, до укомплектования закончат. Но, на мой взгляд, обе стороны будут, и мы, и российская сторона будем ждать его величества мороз. Пока мороз не будет стабильным и круглосуточным, и земля не подмерзнет, я думаю, что вряд ли сможет быть активизированы боевые действия. А это связано с движением тяжелой техники? Ведь, например, скажем так, на севере Украины уже все, мороз и снег стал. Или действительно нужно какие-то 20 сантиметров, там, 15 сантиметров промерзания, чтобы прошли танки? Нет, это именно вы правы, да. Это надо промерзание на глубину, чтобы тяжелая техника могла спокойно перемещаться и не вязла в раскисшем грунте. Вот именно с чем. И, кстати, в принципе, обе стороны, можно сделать вывод, что обе стороны готовы к России к наступательным действиям и к контрнаступательным действиям. Где будут эти удары, сейчас, ну, с российской стороны, в принципе, понятно. Там инициативу на себя перетянул одеяло сейчас Пригожин, поэтому Донецкое направление будет с сосредоточением основных усилий. Ну, а где мы будем проводить контрнаступательную операцию, здесь сказать очень трудно. Есть три основных направления. Это Луганское, Донецкое и Запорожское. Насколько я понимаю, отличие зимней вот компании военной, это, во-первых, экипировка, хорошая экипировка солдат, а, во-вторых, наличие техники и такого достаточного боекомплекта, но это сравнимо с летом. Тут только экипировка солдат. Вот я хотел спросить про готовность артиллерии в Украине, потому что прошла информация о том, что начали менять стволы, что там панцергаубицы не справляются, что в Польше сделан ремонтный завод. Смотрите, если верить Нью-Йорк Таймс, то до 30% западных образцов артиллерии на сегодняшний день нуждаются в ремонте. И Пентагон принял решение о том, что в Польше будет сервисный центр, который будет ремонтировать эти артиллерийские системы. Мы, в принципе, на сегодняшний день запустили, наконец-то, производство, собственное производство, снарядов калибра 152-122 мм, то есть к отечественным или к советским образцам вооружений. Так что, в принципе, да, есть, конечно же, нуждающаяся в ремонте артиллерия, но, в общем, я бы не сказал, что мы на сегодняшний день серьезно просели в плане огневых возможностей по поражению российских. То есть это плановые замены, которые просчитывались, которые были понятны? Да, в принципе, они учитывались. Ну, как бы износ стволов нельзя отменить, поэтому ничто не вечно. Кстати, Германия даже в контексте этого ремонта нам в последней партии поставила 10 самых крупных в мире танковых тягачей для перевозки тяжелой техники. Танковых? Что, будут танки? Нет, нет, нет. Ну, их так называют танковые, потому что это самое тяжелое, что они могут возить. Но это, нет, это колесные тягачи для перевозки тяжелой техники. Нью-Йорк Таймс те же сообщили о том, что Запад и Америка не поставляет достаточно оружия в тех, то, что требуется Украине. По одной из причин была названа версия, что надо вооружать Тайвань. Китай очень серьезно собирается изменить свои планы по захвату Тайваня, ускорить их. И вот вооружение Тайваня является, конечно, для Соединенных Штатов приоритетным, поэтому в Украину не так быстро поставляется. Просто или нету сил у Запада, или есть политический расчет. Вот какая из версий, на ваш взгляд, ближе всего к реальности? Ну, на мой взгляд, политическая версия ближе всего к реальности. Почему? Потому что, зная, какие запасы у Соединенных Штатов техники и вооружения находятся на складах, тем более, что на Тайване там особенность, там нужны ракетные войска, артиллерии и авиация. Почему? Потому что это все-таки остров, и там, кроме морской десантной операции, провести больше ничего практически нельзя. Вот. Здесь немножко различается специфика вооружения, которое необходимо поставить на Тайвань и в Украину. Так что я думаю, что тут чисто политический нюанс. Я понимаю, вам, наверное, может, даже нельзя называть эту причину. Могу я назвать, вы, скажем так, подтвердите или нет. О том, что Соединенные Штаты Америки, коллективный Запад, не знает, что делать с быстрым поражением путинского режима, а заинтересован, наоборот, в медленном удушении этого режима, экономически и в том смысле военном, в том числе и за счет, к сожалению, украинцев. То есть заинтересован Запад вести войну как можно дольше, чтобы путинский режим становился, проваливался в 90-е и так далее, ближе к дну, чтобы потом можно было легко, например, отобрать у него ядерное оружие. Вот такая версия. С такой версией можно согласиться. Я бы просто добавил еще к вашей версии то, что расчет идет на то, чтобы мы лишить Россию любой, лишить Россию, максимально лишить Россию военного потенциала, чтобы через 5-10 лет не произошло как бы возрождение военной мощи России, и они опять не начали махать своей военной дубиной. А в остальном вы абсолютно правильно все сказали, включая ядерный арсенал. Иначе тогда, если не забирать ядерный арсенал, тогда нельзя будет выбить Россию с геополитического олимпа мирового. Сейчас даже возникла такой термин «кузьмичи». Это чрезвычайно мобилизованные 45-ти плюс лет, которых Владимир Владимирович даже называет, ну, как бы уж лучше, чем отводки от простуд, вот эта знаменитая цитата Высоцкого. Лучше уже гордо помереть в Украине или там поучаствовать в этом. И что эти «кузьмичи», так называемые, мобилизованные 45-ти лет, ну, судя по всему, алкогольных лет или еще каких-то, проявляют чудеса смекалки, там как-то без одежды зимней. Вот они, вояки вообще, хорошие или это действительно иллюзия, Владимир Владимирович? Ну, они не чрезвычайно, они частично мобилизованы. А, частично, да, чрезвычайно, частично. Мы их называем чмобики. Ну, я вам просто факт озвучу. Смотрите, в Луганской области на оккупированной территории Российская Федерация в срочном порядке внутри, в глубине оккупированной территории ротирует регулярные части вооруженных сил России, заменяя их Росгвардией. Почему? Потому что стала катастрофа с бегущими, вот этими мобилизованными, с боевых порядков. Нужна Росгвардия для их отловок. А, то есть Росгвардия вот этих кузьмичей уже ловит на передовой? Ловит, ловит по всей Луганской области, потому что люди не подготовленные, не обученные. И после первого же боевого столкновения, после первого попадания под огневой налет, они начинают задавать себе вопрос, что я тут делаю, и нужна Росгвардия, чтобы их ловить. Ну что ж, ну да, будем дальше наблюдать за развитием этих. А вообще может произойти просто обвал армии Российской Федерации, ну вот там от холода, от какой-то усталости, от бессмысленности этой войны? Может произойти, скажем так, каскадный обвал вот всех? Да, все обороны. Может произойти, и скорее всего это и произойдет, причем это может произойти в ближайшей перспективе, это может произойти где-то даже в январе месяце. Почему? Потому что процент мобилизованных в частях и подразделениях российской армии, он неуклонно растет. Когда он перевалит за 50-60%, будет мобилизованный по сравнению с кадрами военными, то тогда они будут диктовать, задавать точнее тон в самих воинских коллективах. И вот это может способствовать каскадному обвалу. Я хотел бы еще спросить, вчера в российских пабликах тоже разгонялась информация о том, что летят самолеты из Китая, ой, не только в российских, а это было во многих, о том, что... И в китайских, кстати, тоже. Да, в китайских тоже. О том, что грузовые самолеты, Руслан, летят с большим количеством, отключает распондеры, летят, по-моему, в Шанхай или Гуаньчжоу, по-моему. Чэньчжоу. А, Чэньчжоу, да, простите. Вот с чем можно ли верить блогерам о том, что везется из Китая вот эта зимняя форма? Да, вполне можно верить. Я думаю, даже тут, в принципе, можно обосновать это дело. Дело в том, что, вспомните, на G20 была почти трехчасовая беседа Байдена и Син Цзипиня. Они о чем-то договорились. И результатом их встречи стало то, что в январе Блинкин должен привести как некий план. План совместного сотрудничества Китая и Соединенных Штатов. Так вот, Китай, видимо, решил поиграть в игру укрепления своей переговорной позиции. Поэтому они решили поддержать Российскую Федерацию. Вполне возможно, что кроме амуниции там может быть и боеприпасы, может быть и даже некоторые образцы вооружений. Я напомню, что до 2017 года китайская армия была практически... Большинство техники вооружения китайской армии это были советские образцы вооружений. Так что ж, получается, Син Цзипинь хочет воткнуть нож Джо Байдену в спину? За его спину что-то делать? Нет, ну почему сразу нож в спину? Он ему просто кулак в кармане держит. И он пытается усиливать свою переговорную позицию тем, что они пытаются удержать Россию на плаву. Это вызов для Джо Байдена. Ну торг, значит, и Россия на кону. Ну да, посмотрим. Россия разменная монета, да. В переговорном процессе по разделу сфер влияния, или будем так говорить, давайте возьмем глобальный. По формированию нового мирового порядка и разделу сфер влияния, Россия разменная монета в разговоре между Китаем и США. Прошедшие выходные Украина, да и весь мир отмечал дни Голодомора. Это дни памяти страшных потерь на территории Украины. Ну не только, но особенно в Украине это было. Это там три периода времени, огромное количество людей, погибло миллионы. И вот сейчас россияне на своих пропагандистских каналах кричат о новых Холодомор. Они так шутят. Вот появление термина Холодомор, ну абсолютно не смешное, потому что то, что производит Россия сейчас, это, судя по всему, тот же геноцид мирного населения. Вот возможен ли он в 21 веке с страной, в которой есть генераторы, есть уже там готовность народа сопротивляться. Есть ли, вот вопрос такой, сможет ли Россия действительно этот Холодомор провести? Вы знаете, у нас народ настолько не теряет даже чувство юмора в таких критических ситуациях. Мы сказали, что у нас есть такой мем, что страну с генераторами не может победить страна с дегенераторами. Отлично. Вот, поэтому, да, мы сидим иногда без свет, но вот у нас, я в Киевской области, у нас 50, где-то примерно 50 на 50. Даже больше нету света, чем есть в сутки. Но, тем не менее, мы все равно продолжаем бороться, продолжаем помогать нашим вооруженным силам, поэтому нет. Мы, как говорят, мы и в темноте видим, кто такие россияне. Солдаты Пригожина. Уже появилась версия, что в темноте мы видим, что вы солдаты Пригожина. Да, примерно так. Да. Сколько генераторов нужно Украине? Вот сейчас говорится о 4000 этих центров незламности. Сколько генераторов нужно Украине, чтобы тому населению, а осталось около 30, по-моему, миллионов внутри Украины населения, защититься и пережить зиму, если будут вот такие постепенные раз в неделю обстрелы распределителей вот этих трансформаторов электричества? Ну, тут очень трудно сказать, какая цифра. У нас не обнародует конечную цифру. Я скажу так, что больше, наверное, помимо генераторов нужны еще средства для трансформатора и средства для ремонта энергосистемы. Вот что. Для того, чтобы восстанавливать мощности. Мы, кстати, за неделю практически оправились. Да, еще аварийное отключение есть, но в общем, как бы ситуация начинает потихоньку уже улучшаться. Ну, а по количеству генераторов сказать очень сложно, потому что даже от... Ну, у нас уже умудряются ставить за окно вместо блока, внешнего блока кондиционера ставят генератор там на один-полтора киловатта и в квартире есть свет. Есть свет, есть интернет, есть информация. Ну, не хватит же сил 10 миллионов генераторов поставить. У мира их просто нет. Такой логистики нельзя... Нет, ну, понятно, что 10 миллионов никто не поставит, но, допустим, я встречал цифры, что там отдельные страны-партнеры там поставляют 4000 генераторов. По-моему, кто-то из скандинавских стран там поставляет в Украину. Израиль поставляет, я знаю. Да, Израиль, кстати, тоже там цифра была довольно большая. Так что с миру по нитке и миллион наберется. А вот давайте просто чисто математически попробуем посчитать. У нас, значит, около 20 ракет каждую неделю пролетает. То есть там 50 ловится, 60 ловится из 80, 20 пролетели. Около 20 трансформаторов разрушены. Починить трансформатор нельзя. А можно ли закупить готовые трансформаторы и там мобильно привезти, установить, подключить? Вот такая ситуация. Возможно? Так, именно так и делают. И вот трансформаторы, то, о чем я говорил, именно страны, европейские страны готовы нам поставлять запчасти и комплектующие для ремонта этих трансформаторов. И они действительно могут ставиться на мобильной базе, даже не сгружаясь, допустим, с трейлеров или с прицепов, но подключаясь к энергосистеме. Потому что, ну, провода восстановить намного проще и легче. Главное, чтобы был трансформатор. Олег Владимирович, спасибо огромное за ваши комментарии, что находите время. Олег Жданов, украинский военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ в эфире Лучшего радио. Спасибо вам. И победа Украине.